Конечно, оно изначально было лучше и что-то видно, даже в принципе можно там себя увидеть, но явно, что это не такие простые изделия, тем более они попали в память. Сколько лет этому зеркалу? Полторы тысячи лет. Впервые обнаружено зеркало такого типа в Тюркской оградке. Из недавних материалов это, пожалуй, самые яркие находки. Летний сезон у археологов Агу в этом году был плодотворным. За плечами Чемальский, Кошагачский, Усть-Коксинский районы. Для меня самая яркая, наверное, командировка была одна из недавних. Это памятник от Анда-1, который исследовал Академик Василий Васильевич Радлов в 1865 году. Собственно, по сути, можно сказать, что с этого комплекса большого, очень яркого началась археология Алтая, эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья. То есть это такой вот культовый памятник, что уникальный. На этом памятнике уже полторы сотни лет никто не копал официально, по крайней мере, таких работ не было. В этом году ученые из Агу начали делать первые шаги в развитии археологического туризма в Горном Алтае. Сегодня там есть множество памятников, но они не включены в туристические маршруты. Кстати, во многих районах археологам помогают местные жители, начиная от бытовых вопросов, заканчивая общением с коренным населением. Приезжают непонятные археологи, с непонятными целями исследуют древние памятники. Поэтому наша задача все подробно объяснять, относиться к местным традициям с уважением. Важно объяснить, зачем мы это делаем. То есть мы не просто там хотим какие-то находки сделать, мы, собственно, работаем над тем, чтобы реконструировать древнюю средневековую историю Алтая. И когда мы подробно это объясняем, конечно, ситуация меняется. Плюс есть местные жители, которые уже включены в туризм, они понимают плюсы для развития туризма в конкретных регионах. Поэтому, в принципе, сейчас, конечно, все становится, наверное, проще. Сегодня, в День археолога, мы встретились в Музее археологии и этнографии Алтая. Здесь представлены периоды от эпохи камня до Средневековья. Сотни тысяч единиц хранения, которые могут рассказать о материальной и духовной жизни разных народов. Несмотря на гигантский объем проделанной работы, в истории двух Алтаев еще много белых пятен. Я думаю, что изучены жалкие проценты. У нас и нет задачи 100% изучить, собственно, это невозможно и не нужно. То есть нужно продолжать работы, потому что у нас есть целый ряд периодов, которые мы пока очень слабо представляем. Например, эпоха бронзы в республике Алтай. Вообще почти не заполнена материалами, за исключением ряда ярких находок и все. Там, допустим, ранние тюрки. Мы, конечно, уже канву представляем, но не случайно мы продолжаем многие годы над этим работать. Сама экспедиция – лишь часть работы. По возвращению в город археологов ждет много рутины. Обработка источников, консервация, реставрация. И, конечно, разведочные работы, которые позволят построить планы на следующие сезоны. Чем археология прекрасна, я постоянно это стараюсь объяснить студентам, это, собственно, возможностью открытий. Потому что во многих других сферах, собственно, уже много сделано. То есть меньше возможности что-то новое совершить, что-то открыть. А вот археология, да, и действительно это будоражит, это вдохновляет, заставляет дальше работать. Ирина Корчагина, День с толком.